Аплодисменты Пропрезентовать диск новый Но тут оказалось, что вот В сухонке лежат мудрые мысли Их много И написано Курение это привычка, запятая Отвратительная для обзора, запятая Мерзкая для обоняния, запятая Вредная для мозга, нет запятая И опасная для легких, точка Я задумался Кто же такой мудрый человек написал Наверное, долговетельный ход Но поскольку было написано мелким почерком Проченный сразу Король Джеймс Первый, 17 век И вооруженный этим новым знанием Я решил поделиться с вами Вот интересно, что же курил Джеймс Первый Что вызвал мне такую реакцию Мы с Евгением Николаевичем Евгением Быков с нами сегодня Мы с ним курили Да, всю свою сознательную жизнь Сейчас уже бессознательное ничего И мы так представляем Несознанку ушли Несознанку, бессознанку ушли Что же он человек мог курить-то Интересно такое Ну, Кэмелл Наверное, у него еще не было у него Поэтому он так и не любил это делать Кто потерял? Шнурка Джеймс Первый И не знал вообще Я всегда, особенно когда вот с Владиком Валерой Вещуками мы выступаем Они какие-то примочки раскладывают Там 10 тысяч проводов Чего-то ногой нажал Один звук Другой Там фузы какие-то Я говорю, мужики, вы вспомните В принципе, не такое уж далекое время Когда сидели мы спокойно На плохих гитарах На кухоньках Под дешевым портвельем пели И все были счастливы Да, потому что все были молоды Не будем о грустном Итак, презентация нового диска Я еле вспомнил, что у меня король Джеймс сидел вообще А поднимите руки, у кого еще нет этого бесценного брульянта авторских Счастливцы Вперед, и пока не вернетесь, не начнете Вот, диск, значит, начинается с дорожной песни Равновесие не держит наш лагон Словно пьяница шатается в ночи Только слышен опустевший тары звон Да в карамане тихо звяты ключи Чуть поменьше то от ящичка с письмом Чуть побольше от французского замка Позади остался незакрытый дом Впереди незавершенная страда Сядут поеду, разбей трус Среду в обеду, назовет вернуть Угасается кошечный пейзаж С ним сливается губейный синий цвет Это что же то такое, что за власть Чтобы строчки уместились столько лет Ведь когда хвостались трудно и не вдруг И слова летели струнами звенья А вдруг на этой строчке не замкнется трог В этой жизни был последний для меня Сядут поеду, разбей трус Сядут поеду, разбей трус В этой жизни был последний для меня Сядут поеду, разбей трус 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 Ну, не, ну, не, не, можно Все, что захотит, можно Нет, ну, попросить-то можно Понимаете, как кажется Память человеческая Она даже не может сохранить Все там 200 с лишним песен Которые были написаны В разные годы жизни Ну, напишите, а что Сейчас вот я как раз затеял Своему юбилею 6-ти лет который грядет, и осталось уже не так много до него, я решил издать такое избранное. Все издают там «The best» кто-то называет, кто-то лучше называет, а это просто «Избранное». И у меня ведет такая внутренняя полемика, я сам с собой так спорю, сколько ж песен на это «The best»-то. Я решил, вы знаете, сделать, ну поскольку вот когда-то, когда-то пластинки сменились кассетами, кассеты сменились дисками, да, сейчас диски уже так тоже… Я решил выпустить флешку. Вот, так как я, знаете, набил карманы, да поехал на гастрольную в Америку, а то два чемодана с собой дисков таскаешь, тебя еще, да, и в 100 лет на границе, вот, Игорь Николаевич, не да, старый. А тут с флешками что, так сеять разумное доброе лечение, как сеять, ты ходи там, из Лукошко выкидай. Вот, и будет это «Избранное». И вот я думаю, сколько песен туда вместить, потому что поскольку это «Избранное», я бы вместил три, да и хватит. Понимаете? Вот, потом, если ее выпустить под видом там, под названием «Избранное», «Любимые песни Леонида Сергеева», то это «Мерную песню Леонида Сергеева», там, конечно, не было бы, были какие-то другие «Любимые». Не знаю, так что, если у кого будет желание высказаться по этому поводу, заходите ко мне на сайт, там специальный раздел есть, куда можно дать свои варианты. Может быть, все туда нужно. Все желания? Да, все это учитывается, считывается и зачитывается. Сколько у вас все выпистили? А? Сколько у вас все выпистили? Да, под 300, наверное, где-то. Ну, это ж… Ну, это ж… Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Флешечка будет пробная, один гигабайт. Вот. И то… Я думал сначала двадцать одну песню, типа, как бы так, по трем колоннам разбить, там колонны песни на военную тему, лирические и шуточные. Потом, думаю, двадцать одна песня. Мало, наверное. Не знаю. Первый раз это выпускаю, вы знаете, поэтому вот нахожусь еще в двух творчестве. Опыта нет. Опыта нет вообще. Так что давайте, включайтесь, помогайте. Илья Николаевичу гитару потише. А уже я попробую? Так что вы пишите на второе отделение. Второе отделение, как кажется… Мне очень нравится. Эй, Хиль. А ты… Одну секундочку. Из Лёниных мониторов убили мою гитару совсем? И мне комфортно тогда… Да, Берушин я заснул, а он тут играет. Лёна, иди-то домой вообще. Нет, я… Иди, не мешай уже, мы с ним как-нибудь говорим. Вот так. Хиты прошлых лет мне очень нравятся. Будут исполненные хиты прошлых лет. Одно из самых запоминающихся объявлений я видел в Казани, привезла туда Леня Тагутина. Было много-много лет назад, помимо на дворце, где он выступал, там висела такая рукописная афиша, там Леня Тагутин. И фраза, которая меня потрясла, была написана «Хиты типа хей-хоп-ла-ла-лей гарантированы». Я ничего не понял этой фразы, но восхитился. Хиты типа хип-хоп-ла-ла-лей. Хей-хоп-ла-ла-лей. Какое направление интересное там. Гарантированное. Девушка с лакушкой. Хиты типа девушка с лакушкой гарантированная. Ну, может, доберемся от второго отделения. А пока у нас четкая, жесткая работа. Значит, вторая песня на этом диске. Ох, не чушь был поэтом. Посвящение поэтам. Прошу заранее пардону у всех присутствующих поэтов, потому что к ним, конечно, это не относится. Это относится к такому собирательному образу. Вот сподвигла на это произведение меня моя встреча с пушкиноведами и пушкинистами, которая произошла как-то в музее «Мойка-12» в Питере. Была конференция, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину нашему. И все. Меня пригласили выступить. Я очень волновался. Потому что кроме, сами понимаете, там, песен про караван, там, выпивание чего-то, у меня были песни таких, нет, площадных таких, общественных. Вот. И я вот, когда прочитал сотворение маленького Сашеньки Пушкина, лицеиста, к друзьям, или студентам, как он называется, там был перечислен список всех горячительных напиток, которые они употребляли. Я восхитился, во-первых, какая печень была у наших. И какие напитки пили 14-15-летний лицеист. Когда я дошел до описания татарской водки «Арак», я восхитился еще раз. И вот получилась такая песня. Ох, не чужд был поэт вдохновение, И, гоняясь за музой с сачком, Унимал свое сердце линия, Запивая об стен тканьячком. Билась рифма, стенок и бакала, Стих летела, пузыряками, колекло, А поэту всхамало, 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 Вот уже и открылось пивко. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. Вот стакан забронившего сока Подарил нам портвейновый дух, И страфа, появившись до срока, Условила мелодикой сух. Пламень пунши сияет над пюшкой, Льются с водкой в лавитник слова. Но не Пушкин, не Пушкин, Ядрем с не Пушкин Из похмелья болит в головах. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. Мухи лапами бьют, словно кони, Муза тонко и злобно храпит, И поэт восклицает, Не понял. Может, чё-то напутал пизит. Я шампанское пил по-пусарски, На балаконе висят он на руках, И терябнув стакан да стакан водки царской, Я болел за зенит в лужниках. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. В Питере, между прочим, здесь плохо. После дирольной... В Питере, между прочим, за это бьют. Один буду выступать в Питере теперь, понятно? Я, пожалуйста, перебить не хочу. Так пока сможем, тихо. Затонув самоку на безмеры, Я прочёл себе рот в альстан. Тут поэт, накативший манеры, Уложил сверху спиртик за борта, И залил всё шартрезом зелёным, И затих. И не знал белый свет, Что шампанское было. Да, был он полёт, А поэт был совсем не поэт. Ла-лай, 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 ла-лай. Обоему поэты здесь есть. Вы знаете, жить в наше время и не быть поэтом. Даже не зная об этом, по-моему, невозможно. Так. Значит, пушкинисты всё-таки не оценили, Они стали по мохе потрёпанными томиком Александром Сергеевичем, Готовились уже метать меня прицельно, Но я им спел ещё одну песню, Которую сегодня спаял, надеюсь, на эту песню. Но чуть попозже. 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 Да. Ну, может быть, к настоящему, к настоящим годам Или к грядущим годам была написана песня. Не знаю. А ты расскажи историю про Толя Киреева. Расскажу. Я долгое время сотрудничал с Киреевым, да. Он такой большой любитель басановых. И вот так на одном из концертов тоже программа была составлена, лежала на листочке. Я примерно знал, что мы должны исполнить. Вот Анатолик так разошёлся, как-то решил что-то так вдруг переломить как-то всю нашу стройную картину нашего концерта. Анатолик говорит, давай тут споём сейчас. И начинается. Я не узнал. А, тогда вот это. Слова-то другие были. Слова-то другие, конечно. Но до слов пока дело не нашло. Значит, сколько ж вам исполнилось, первая строчка так начинается. Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось? Как-то вдруг под бокал наполнился кое-чем, кто сегодня вспомнился и зачем. Из огня до в полный год столько лет Вы живёте вовремя или нет? У кого не спрашивай все земные, А во что окрашены ваши сны? Дни рождения странные, праздники, В них живут обманные сквозняки. Вроде только мило двадцать лет, Думало и сгинуло. Нет, как нет, А ни к чему по прошлому слёзы лить, Лучше по хорошему нынче жить, Наливаем рюмочки по оболоне, Закрываем фоточки по оболоне, Поподолоней, Та-да-да-да... Та-да-да... Наливаю рюночку Пополни... Сколько же вам исполнить? АПЛОДИСМЕНТЫ Вторая песня, исполненная перед пушкинистами пушкиноведами, тоже вошла в это бахальное собрание. Песня про Тарара. Коротенько про Тарара. Тарар – это персонаж, который заслуживает быть упомянутым и не раз. Жалко, история не сохранила, по крайней мере для меня, лика этого великого литературного персонажа. Разные люди его играли, безусловно. Ибо в свое время композитор Сальери сочинил на либретто великого Бомарше оперу «Тарарца Урмуза» и в бессмертном произведении Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». Моцарт желает, как я понимаю, для себя отсрочить неминуемое выпивание бокала портвина. А Гдам желает подольститься к Сальери и как бы отвлечь того от злобных мыслей. Он говорит, вспоминая Бомарше, ты для него Тарара сочинил вещь славную. Это меня заинтересовало. Я, знаете, по утрам люблю почитать «Моцарт и Сальери». Каждый день. И как-то меня заинтересовало, что же за Тарар-то такой. Вот я залез в интернет, нашел этого Тарара. Тарар оказался персонажем интересным. Оказывается, где-то в районе задней части Передней Малой Азии таилось в свое время рабовладельское государство Урмуз. Уже как раз он звучит? Урмуз. Что-то музыкальное. Европейцы искаженно называли его «Ахураматта». Откуда они взяли это неблагозвучное звучание из великого слова «Урмуз»? Непонятно. Но то они европейцы. Я для себя сразу решил, что это были наши, которые гоняют праворудные японские машины, которые по ошибке сруливали туда-куда-то в Переднюю Малую Азию. В общем, там был правитель плохой. Он хорошего военачальника Тарара гнобил всячески. Сначала он хотел, значит, его опозорить и взял его жену к себе в горе. И затем Тарар обрадовался, потому что нас этим не возьмешь. Правитель понял, что ошибся, но жена уже уходить не захотела от него назад. Потом он решил Тарара сжечь. Это я пересказываю очень вольный, любре этого маршера. Он решил его сжечь. Каким образом, я не знаю. Но Тарар не сгорел. Вот тут Тарар размутился. Он собрал ребят, пришел к этому правителю. Сделал он. Правитель зарезал сам себя. Тогда начались уже мотивы, которые потом освоились в песне. И зарезал сам себя веселый разговор. Тарар начал править великим народом, который захватывал рабовладельцев, гоняющих праворудные японские машины. Народ был счастлив. И Тарар, вот что меня особенно потрясло, в знак близости к народу надел на себя цепи. Как-то я вот сначала не оценил этот шаг. Это еще когда же было написано, да, по марше. А потом вспомнил наши девяностые, когда все в цепях ходили. Бутылка спирта роял, треники адидас. Все были очень близко к народу. Помню уже это время прекрасно. Вот оно экстраполирование, вот оно единение прошлого сюжета с нашей настоящей жизнью. Это меня заинтересовало. Я спросил у своей жены, она профессора Московской консерватории. Я говорю, а знаешь ли ты оперу Сальери, Тарар, Царь Ормуза? Она густо запроснилась. Говорит, не знаю, у нас не проходит. Я говорю, что у вас там в вашей консерватории? Правильно нынешний министр культуры делает, что сокращает нафиг это. Совершенно неэффективный вуз вообще. Надо бы, как Жванецкий, что-то поправить в консерваторе. Ну а я писал, знаете, вот сею разумные добрые. Вы тоже про Тарарович не знали, да? Ну, кто же каждый день в 6 утра читает Кушкина «Мотор Тесальери»? После вчерашнего тысячи. Ого! Но, тем не менее, песни, я думаю, готовы на великое будущее, потому что все должны петь по последнюю строчку. Эта песня чисто народная, чисто конкретно народная, с цепями, со спиртом рояло. Как доведется вспомнить молодость, вспомните эту песню. «Однажды жил в Ахурамазе». Понимаете, а мелодия, поскольку эксклюзивная. «Однажды жил в Ахурамазе». Там каждый день был мир и праздник, Там есть листья, млад истар, Но портил общую картину, Творя полнейший беспредел. Правитель бегает скотину, Он сжечь тарара повелел. Тарар, естественно, был против, Гореть при жизни не привык. Народ повел тиран и против, И наступил тому кирдык. И все, если ты его растаял, Да кто бы знал о нем вообще, Когда в ней троица святая, Пьер, Алистер и Бумаршель. Судьба несчастного тарара Легла морщинки на челе, Панкет на ней из гонорара. И вот и в редом столе, А там в сольвере друг сервешный, Но лучше снег не выпивать, То сочинил мать и пролясанный, И свет столовую перебнимать. И все, и след ее раздает, Да кто бы пел ее, Алистер. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ В этот день еще родились кроссворды, как классы, где родились кроссворды. Были иногда слова из трех букв. Ира Сурина обещалась забежать попеть. Андрей Егорович Кнышев будет начинать окончание конца света. Так что, было бы интересно. Вот за стеной. Можно зайти сюда. И вот через эту дверь туда пройти. Можно не заходить, можно обойти и зайти сразу туда. Так что, да, вот 21 декабря. Игей Николаевич что-нибудь смастерит к концу света. Что-нибудь такое интересное. Бомбочку какую-нибудь. Бомбочку какую-нибудь. Маленькую нейтронную бомбочку. Да, после Тарара, значит, ну, видите, мы уже к высокому так поднимаемся, 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 приобщаемся. И симфонический оркестр, таится эта композиция, да, в которой Евгений Николаевич реализовал таки свое внутреннее, внутреннюю тягу классической музыки, красоту. В свое время он пугал меня. Вот вспомнишь эту конструкцию, которую ты напугал там, с пониженным, что-то такое. Скажи микрофон, чтобы все испугались. Есть такое название аккорда, он, по сути, очень простой, он называется очень серьезный. Двойной доминантный квинцекст, болминцептокорд с повышенной приемной терцией с пониженной квинтой. Ой, боже мой. Очень человеком. Что-то так вот и голосом. Вообще, всех раз хочу вас, как бы, успокоить. Чем сложнее аккорд называется, тем проще он уйд. А поиграем? Ну, он такой. Красиво, да? Красиво. Ну, понятно, да. В общем, да, сейчас вы таких аккордов, может быть, и не услышите, но... А будет? Будет. Дважды. Дважды. Я укажу. То есть перед началом песни можно окончать. Хорошо. Итак, симфонический оркестр. Это страничка классической музыки. Симфонический оркестр уезжает на гастроли, и на это время в яму запускают краси. Краси живут не тесно, размножаются в него, и прекрасно обживают свой искусственный бассейн. Вот и кринтизу металлист, там, где раньше пили в губы, вот мальтиза серебрилист, где звучало, но боляк. Вот здоровый карасина, а распахал тугие губы, на живущего в битре удалового мотыляк. На другом крае планеты, типа во Владивостоке, симфонический оркестр методично режет слух. Трамбонист не похмельянный, парень в общем нежестокий, выдает такую гамму, что захватывает дух. Симпатичная скрипачка, ощутив себе задержку, все глядит на дирижера. Простите, как же так? Дирижеру не так грязи, он трактует очень дерзко, Растворяясь в каждом звуке, проживая каждый танк. Месяц, два, еще неделька, вот и кончились гастроли. Симфонический оркестр поспешает на вокзал. Позади большая печень и фальшивые демоли. Впереди домашний супчик и битком набитый зал. Все проходит время лечи, а вот и кончились мучения. Троманист отпишет с пивом слово, губы расколотал. И слипочка с дирижером продолжает обучение. И уторва духовые слова, гибнут за металл. И премьера, город в шоке, все раскуплены билеты. Творчик смета на Белине, пустохуды, дебюсси. Но народа в зале нету, вот того, как все в буфете. Где ж кварчащие в сметане поступают красивые. И запомни, добрый зритель, если тянешься ты к свету, То духовные шатания, безусловно хоромаши. Но для полного, для счастья, для себя составь ты смету. Где сосметан, а сметана для желудка и души. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, Евгений Николаевич, удалось ли влупить вот то, о чём вы говорили? В финале. В финале. Кто-то и чудный финал смазан получил. Что-то вот как-то перья, понимаешь? Это как ввести укулеле в духовой оркестр. Всё, нет, нынче всё удалось. 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 Хорошо. Вот классики приобщнулись, так и как-нибудь. Ага. Ну, а что же, следующая композиция. Я, однажды, выступал на радио «Консоргской правды», и там сидел такой диджей. Ну, явно диджей, он не ведущий диджей. Он всё время мне говорил, после каждой песни, говорит, «Ага, хорошая композиция. Ну и какая следующая композиция будет?» Я так тушевался, терялся. Я так тушевался. И вот что песня, всё песня, композиция. Эта композиция была из полной стиля хип-хоп ла-ла-лы. Наше бардовское детство. Как-то один из диджеев, так что на радио сказал, что сейчас прозвучит саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верится». Саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верится». Вау, классно. И запели Александру. И запели Александру. Вот такая реприза. Ну, в общем, с Александру поёт обычно, после какого тоста на свадьбу? Ну, не в начале же, да? Нет, я просто анонсировал пока. Самый потрясающий, один из самых потрясающих тостов я слышал в Киеве. Воскресенье в реку мы приехали. Ещё там не Галя балованная стояла, а ещё Денин стоял. То есть гостиница была ещё не Украина, а Москва. И мы пошли кушать. Ресторан оказался разделённым шермочкой, такой хлипкой на две половины. На одной половине мы ели больше с Галушкой, на второй была свадьба, день второй. Поэтому там была тишина, изредка прерываемая судорожными с хлипом ведущего. Мы дали много гриви, но он должен был развлекать. Я когда-то там, ну, так трубы сидели, такие. После вчерашнего, блин. Чё, он жених, ставший мужем, у него психологическая травма головы была. Чё, он так выпирал явно. У меня невестка, ставшая женой, тренировалась уже со сковородкой. Он сидел, смотрел в себя. Она сидела, вцепившись зубами ему в плечо, значит, и руками. И всё. И он там что-то, давай, тебе дай. И так. В конце он уже отчаялся, он так вспотел весь. Ну, слово свидетельницам он сказал. И вот всё живое затихло. Понимаете, вот как может затихнуть молчание? А затихло. То есть сгустилось как-то. Я, да-да-да, вот когда я работал в радиостанции «Юность», у нас был великий режиссёр Юрий Пестовский, он собирал свою фонотеку. Мы ему помогали. И у него там шум был, шум, который повергал нас в священный трепет. Молчание у гроба. Когда в тишине включали шум молчания у гроба, тишина сгущалась просто. И тут примерно такое что-то молчание наступило. И очень долго стала подниматься женщина, такая большая-большая женщина, там, с десятым размером. Между двух холмов терялась эта надпись, типа там, «Свидел джун-далпу». Стала такая-большая, стала такая. Она возвысилась над ширмой, за которыми там сголушками притихли. Стала и сказала загадочную фразу, я до сих пор не могу понять, как она сказала. «Любовь порождает секс». После этого она села. Мы упали в борщ. И упал этот затейник, который понял, что не удастся оживить и реанимировать свой будильник. Второе, все, загадалось. Так что вот, значит, песня «Тамаде», а «Тамаде» про «Тамаду» или «Тамаде» исходила из того, что в 1887 году, как сейчас помню, грузинский просветитель и князь по совместительству Давид Чубинишин, Наверное, легко быть просветителем, когда ты князь, да? Но трудно быть князем, когда ты просветитель, не знаю, темно. Да. Вот он опубликовал русско-грузинские слова, и там было употреблено понятие «тамадовство» в первую. Тогда это означало «старшинство во время питья и на». Красиво, да? Какое питье, говорит. Питье, мой, какой питье. Руссинский. Поехали, Николай. Евгений Николаевич, он скрытый кузин, сердце, сделал такую грандицу, ударные по гитаре, этого надо послушать поздно. Согласно словарю Чубинишвили в далекие ушедшие годах, Чтоб гости морды с рюмками не били, За остолью прилагался «тамада». Он говорил, годы проходили, Эпохи исчезали без следа, И гости морды с рюмками не били, А слушали, что скажет «тамада». А или особо-то лучше, чем среда. «Тамада, тамада, тамада». А в стакане точно не пада. «Тамада, тамада, тамада». «Был у отца трясына. Трясына — это там было болото». «Тас выпьем за то, что нас никого не засасывали. Болото же здесь кинюрец». «А если бьешь один, так-да-беда». «Тамада, тамада, тамада». «А если бьешь с друзьями, это да». «Тамада, тамада, тамада». «Однажды один джигит увидел красивую девушку. Потом он закрыл журнал «Плепой», «Девушка исчезла». «Так выпьем за стены нашего дома, на который кого не повисишь, никто не повисит». «Сегодня тоже много выступаю и тоже очень много говорят. Но вдребезги рюмашки разбиваю и морды блют конкретно всех подряд. И я скажу, но только между дунами запомни, чтобы детям передать. Лучше, если рюкку поднял ты, как знамя, то знай, кому как дай, что сказать. А ей особо лучше, чем среда. «Тамада, тамада, тамада, тамада». «Без труда не выпьешь из поруда, тамада, тамада, тамада». «Один маленький, но гордый шашлык стоил 9,35 рублей. Как выкрыть следующий бокал, то прекрасную красную вина и на муфлая». «А за женщин любим мы всегда рада. Тамада, 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 тамада». «Сорок пять любая яда». «А да, тамада, 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 тамада». «А почему черепаха не летает?» «Не хочет». «А почему прямо живет в воде?» «Ей там нравится». «Сорок пять любая яда». «Тамада, тамада, тамада, тамада». «А за женщин выбьем мы всегда рада». «Тамада, тамада, тамада». «А за женщин любим мы всегда рада. Тамада, Тамада, Тамада После пятой они как-то проскальзывают После пятой они останавливаются И человек начинает углублённо воглащать Значит, то сразу после этой песни На диске таится песня Которая примирила меня с пушкинистыми пушкиноведами В результате Песня написана в 1 из декабрей В полную правду можно говорить, что Наступает её время Очередная годовщина Мирновогодняя На Тихарской на столовой Трапированной снегами Мьяный дедушка Мороз С проходившимся вверхом Красный нос, конечно, слух А в мешках, что под глазами Есть местечко для слез Убегающих тайков Ветер времени срок Он не знает сострадания Он швыряет полки синя На побитой молью полис И в не лучшем из миров На задворках мира задания Одинокий человек Согреваясь бьет на бис Непонятные дома Непонятная погода Да спешащие я назад Старомодные часы Такая вот зима На задворках мира спешащие В душу норовит Зарей Свереваясь беда Мороз Потому как нет Вода Утерялись из мешка Стыд и совесть Ум и честь Вот такая вот зима На задворках мироздания Нескончаемый закат Очень средний полосы Равнодушные дома Где исчезло сострадание И спеша, спеша, спеша Все спеша назад часа И спеша, спеша, спеша Все спеша, спеша Дальше Таится песня Которую я для себя считаю Продолжение колокольники Песня «Последний парад» 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 И мы чеканем шаг по батальонам, Держа равненья строго на закатах. А впереди Малькопская колонна, А сзади те, кого забран геран. И в воздух рвут лихие музыканты, И небо недалекое светло. Мы не герои, не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло. Что родились мы здесь, постолька и тогда, И жить нам отпустили только три. А чтоб понять, что душа не как рыла-то, Сначала правда нужно умереть. Когда летят, как трассеры ночные, А мы сквозь них идем, и путь далек. А через нас, слышите вы, живые, Не зная, что там только выйдет срок. Раскатятся небесные франты, В июле упадет на землю город. И не герои, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад. И мы родимся здесь, постолька и тогда, И проживем две жизни за окном. И будут наши душники крылатые, И станут наши душники крылатые, И будут наши душники крылатые, И улетят на новую войну, Раскатятся небесные франты, В июле упадет на землю город. И не герои, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад. Они д organizational на 임ст læнгực, В июле упадет на землю город. А у нас автоматики, А мы все солдаты пьяны, А у нас вся хмагушки, А мы все солдаты пьяны, И завершаю здесь, сяду, поеду в посвящение Ельбе Алексеевичу Кукину. В чем посвящение этого выстачило сразу из меня практически на следующий день после его ухода. И стал туман, все ясно и просто. По-прежнему все хорошо. А рядом с луной предназначенный остров пополнился новой душой. И кто там давно у костра потеснялся и в кружечку щедро плеснул? Кому-то штраф новый, кому капель двадцать. И ясное дело споют. Споют Но кто-то скажет, здесь тоже неплохо, не лезет в глаза этот дым. И все разлетятся по разным эпохам, чтобы ночью присниться своим. А та, что похожа на добрую гнору, из кружки плеснет в костерах. И вспыхнет звездой над тоскующим домом, стрельнувшись в небес уголек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok